Давайте постепенно переходить к нашей задаче. Вот у нас есть такая вот сумма. Можно ли ее записать в виде света? a1-a2-a-b, a1-a, a2-a. Так, давайте напишем эту сумму так. Возьмем xp, да? А дальше умножим на количество представлений x в виде разности двух элементов из множества a. Если мы хотим использовать свертку, то это будет сумма по xp, да, символы жанра. А дальше будет свертка характеристической функции a с характеристической функцией минуса, правильно? Потому что здесь вот у нас минус, поэтому надо не a рассматривать, а минус a. Это все элементы, так сказать, в виде минуса. Давайте я так напишу. То, что минус a подписан. У нас есть множество a. Мы берем сумму, в данном случае, по его, значит, a1 пробегает целиком a, а 2 пробегает a. Да. Замечательно. Почему сумма таких символов равна вот тому, что вы написали? Смотрите, давайте я вот разность a и a 2 обозначу x в виде разности. Хорошо. Хорошо, тогда, значит, будем x попасть, правильно? Это просто обозначить. Да. Теперь что такое x? Появляется бутылка столько, сколько можно их записать в виде разности. А, то есть это просто такая формальная идея, да? Такая формальная идея. Формальная идея, абсолютно. Проходим, смотрим, какой величиной бывает разность. Сейчас здесь по этой величине пишем и каждый раз пишем, сколько раз так бывает. Хорошо, эту строчку я понял. Да. А дальше, дальше, ну что же мы поняли, что такое столь. Когда, что представление, она считает, что представление x в виде суммы. У нас тут не сумма, у нас разность, поэтому надо не сумма, а бутылка писать, а сумма и минуса. Отлично, спасибо. Так. Смотрите, мы наконец-то подошли к разгрожению, которое, так сказать, вот, утворяет вот этому вот равенству плод Шерелли. Смотрите, у нас функция одна, у нас функция другая. Мы рассматриваем сумму от их произведения. Давайте эту сумму изучать в вот этом вот теневом, в другом мире. То есть, давайте запишем, что это есть единица на b, xp с крышки, да, единица а с вертка, единица минус а, x с крышки. Воспользуемся формулой План Шерелли. Оказывается, вот в этом вот новом, так сказать, да, можно переписать нашу сумму, которая нас интересует. Вот таким вот способом. Надо поставить крышку на силу лежатора и поставить крышку на сперку. Так, какая наша задача? Наша задача посчитать вот это, а с силу д, и отсюда вывести тень. Давайте посмотрим, что мы можем сказать про крышку от сперку. У нас характеристические функции, давайте возьмем просто характеристическую функцию. И вот рассмотрим, давайте, значит, скерку и ее крышку, да? Значит, что это такое по определению? Вот тут определение еще сохранилось. Нужно наберять самую функцию и умножить на экспонент. Есть минфа B, B, X, Y. Дальше, столько у нас идет по X. Дальше посмотрим на второе определение. Подставим, значит, определение для сверк. X, Z, 1A от Z, 1B от X минус Z, есть минфа B, 2I, 2I, X, Z, 3, 2I. Просто я подставил одно определение в другое. Опять мне требуется поменять порядки суммирования. Единица А, Z, единица B, X минус Z, есть минфа B, 2I, B, X, Y. Смотрите, у меня уже тут напрашивается какое-то поражение вот такого же лифа, да? Преобразование фурьер от характеристической функции множества B. Не только меня смущает X минус Z, да? Вот здесь вот просто X, а там X минус Z. Давайте сделаем замену. X волной равно X минус Z. Ну, то есть, иными словами, X равно X волной минус Z. Тогда у меня, значит, сумма будет идти по X волной, единица B от X волной, да? E будет от минус 2B, B, Y, и X есть X волной плюс Z. X волной плюс Z. Экспонент от суммы, и поэтому я могу разбить вот эту вот сумму на экспоненту от X волной, экспоненту от Z. Давайте я экспоненту от Z перепишу к, перенесу к единице А, Z, а экспоненту от X волной оставлю. Это у нас А с крышкой от Y, а это у нас единица B с крышкой от Y. Получилось, что вот в нашем мире звездки, они отвечают за суммы, а вот в мире, так сказать, ином у нас все совершенно по-другому. У нас преобразование Фуриер от какой-то страшной, непонятной функции вычисляется очень просто. Это есть произведение преобразования Фуриер. И то есть нашу вот эту вот формулу можно продолжить дальше. Преобразование Фуриер 50p осталось еще непричисленным. А здесь у нас будет преобразование Фуриер от X и преобразование Фуриер множество минус А от X. Вот мы разбили фишку. Значит, последнее, чтобы доказать эту теорему, мне нужно вычислить X по P и все. Значит, или просто-напросто подставить вот на эту вот сумму.